мы снова в студии шоу подъем на телеканале тнт интернешнл наверное у каждого человека был в жизни момент когда ему хотелось бы вернуться в прошлое и что-нибудь исправить но к сожалению машина времени существует только в кино ну слушай недавно живут американские ученые что-то начали заявлять что в принципе это сделать можно но там какая-то очень такая закрученная мутная история там по поводу гравитации целая масса формул и то есть возможно это когда нибудь станет реально но чтобы вот вернуться отмотать время назад и исправить свои косяки то скорее всего ближайшие лет 10-15 не получится наши гости путешествует в прошлое без всяких машин для этого им достаточно всего лишь пару кусочков кремня виктор калач и дарья монет занимаются реконструкции каменного века виктор калач сварщик по профессии реконструктор по зову души изучает древние технологии дарья монет художник живописец преподает стрельбу из классического лука супруги вместе занимаются реконструкции каменного века и выступает на исторических фестивалях доброе утро добрались добрались нормально добрались хорошо на повозке нет нет решком конечно пешком ну какие повозки в каменного веке не было повозок в каменном веке горошком а утро в каменном веке как проходит скоро обычно обычно просыпаешься Если проснулся, то уже хорошо. Так люди делали всегда, сразу просыпались. Слушайте, у вас костюмы такие необычные, нестандартные, столько всего интересного принесли. Давайте начнем с костюмов. С костюмов. Костюмы – стилизация той одежды, которую могли делать в каменном веке. Могли делать, потому что конкретных находок из тех времен практически нет. Есть одна очень известная находка в Альпах. Человек, его нашли замерзшим с тех самых времен. Я видела в ВКонтакте такой пост. Да, и этот человек, найденный в Альпах, изменил представление ученых о каменном веке. Нашли человека, который был в одежде, скройной по фигуре, с рюкзаком на раме современного типа. Такой квадратный рюкзак. Человек, замерзший в ледяной расселении. Начали его доставать, думали турист. Потому что, ну, если бы его нашли в набедренной повязке и с каменным топором, решили бы, конечно. А так, современный вполне человек по виду, когда начал отпаивать... Хендмейт такой, да? Вот, оказалось, это человек в районе 45 лет. Это довольно взрослый возраст. Но он шел один через Альпы куда-то. У него был с собой набор инструментов для изготовления кременевых ножей. У него были наборы стрел, у него был лук. И он вступил в какую-то битву, и в этой битве он погиб. Потому что у него в лопатке нашли три ранения от попадания стрел и на руках пореза от ножа. То есть он защищался, убегал, его застрелили, и он упал. Сколько он в средневековый рэкет, может? Это рэкет первого века. Первобытный рэкет-то мы это, из какого района? Ну, причем попадания там были вот в лопатку, ну, вот такое вот где-то раскидывание стрел. То есть это очень четко стрелял лучник, который стрелял в этого человека. Современные спортсмены, которые отдали этому искусству много лет, говорят, что это очень сложная задача. Ну, мы сейчас представляем человека вот каменный век. Это вот, опять же, набедренная повязка, камень в одной руке и вот этот взгляд. Какие мифы вы можете развеять о каменном веке прямо сейчас? Люди не были примитивны, и люди изучали мир вокруг. Да, не так, как мы сейчас. Потому что мы сейчас все зависим от технологий. Только хотела сказать, мы сейчас все гуглим. Да, мы, чтобы что-то узнать. Ну, гугл тоже хорош, он нужен сейчас. Тогда был опыт. Чтобы, например, вот сделать из куска камня режущую кромку, нужно ударять в одну поверхность, а скол идет в другую поверхность. И надо заранее отбивать кромки таким образом, чтобы добиться того, чего ты хочешь. А это уже развитое мышление. Ни одно животное не делает орудий труда сложных и не добывает огонь. Добыча огня, кстати, тоже самый распространенный миф о том, что держали костер годами. Нет, добыча огня занимает 3 минуты. Ну, 5 минут. Если очень холодно и мокро, ну, час. Я пока что затрудняюсь ответить, смогу ли я его вообще развести без каких-то... У нас на фестивалях разводят. Ребята приходят, особенно усердные. Вот зажигалка каменного века. У нас есть одна палочка, вторая палочка. А вы тоже ее сами сделали? Конечно, конечно. С помощью лучковой дрели здесь прижимается, и мы крутим вот эту штуку. И сюда какую-нибудь солому, да? Начинаем крутить. Нет, вот буквально если раскрутить вот так вот. Вот эта вот штука, которая собирается, вот этот вот черный налет, да? Это натертое дерево уже пахнет дымом. Ну, уже пахнет дымом немножко. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ «Интернешн». Сегодня у нас в гостях реконструкторы каменного века, палеотехнологи Дарья Монит и Виктор Калач. Вы можете все сами увидеть, что мы здесь делаем. А как вообще вы начали заниматься вот всеми этими вещичками? В какой момент, да? И откуда берете информацию? Сама мысль заниматься каменным веком, она рождалась долго. Да он начал все, да. Я просто подключилась. Ну, она художник. Она все это сделала красивым. Я костюмы сама сделала. Первый вопрос возник как раз таки с первого мифа. Вот самый распространенный миф, они были примитивные. И как-то на берегу реки, я уже занимаюсь стрельбой из лука, я подумал, что вот наконечник стрелы из камня, наверное, очень просто. Надо попробовать. Музеи лежат, очень красиво выглядят, то есть вот совсем ничего сложного. Спустя 10 часов и море крови из рук никакого результата. И тут я понял, что это не так просто. В итоге судьба столкнула на фестивале с профессором археологии, польским профессором Пётр Дмаховский его зовут. И он показал буквально в двух движениях основной принцип скалывания с кремния скола. Шах, шах. Нет, это было гораздо более прозаично. Щелк, щелк. И еще пять лет попыток. Опять руки в кровь, тонны камней. Для того, чтобы сделать какое-то такое более-менее красивое изделие, нужно много опыта. Я говорю обычно на фестивале пять тонн камня. У вас получится вот так. Покажи. Можно. Ну, это простой ножик есть. Пять тонн камня. Это смола? Сколько? Это смола и уголь. Это древесная смола и уголь. Вот такие есть штуки. Это, ну, здесь полностью все по технологиям. Никаких там современных материалов нету. А вы можете показать? Конечно. То есть проверяется вот так. Это тоже кремень? Я бы даже не узнала. Да, это кремень. И вот тоже он лежит. Если звук вот такой, как у стекла, то он колется хорошо. Он будет колоться ровно, как стеклышко. А вы можете показать парочку движений? Тем более, столько лет потрата. Чтобы сделать какое-то изделие, нужен острый угол. То есть нужен в заготовке, в камне нужно найти острый угол. Здесь прежде всего мы рассматриваем, смотрим, где, с какой точки можно начать обрабатывать. Ну, вот тут вот есть какое-то подобие острого угла. Вот здесь. И мы начнем с этой как раз-таки точки. Прячем глаза, потому что разлетаются осколки. Нет, прятать не надо, просто подальше отодвинуться. Мы будем подсматривать все равно. Скол наносится удар под прямым углом к заготовке, а уходит под 120 градусов. Нужно попасть в нужное место. А можно попробовать, или я могу порезаться? Подождите, раз мы будем пробовать, нам нужна защитка. Прежде всего, да, присаживаемся удобно. Закидываем эту штуку сюда. Леш, тебе идет. Так, вот это держим здесь. Так, куда еще бить? Опираем вот так, чтобы у тебя опора вот этого вот ребра была вот сюда на ногу. И попасть нам нужно четко вот камнем, вот этой частью, четко вот сюда, вот сверху. Эта рука очень крепко держит, чтобы камень не повернулся. Серьезно? Вау, Леш, я отвечу тебе сразу и вернусь. Синий удар не нужен, но что у нас происходит? Смотрите, смотрите, здесь очень интересная ситуация. Скол пошел как раз туда, куда надо. Если бы он пробил правильно, да, то скол снял бы вот так в плоскость всю вот эту вот часть. Ну, я-то не первый день в этом деле, как вы понимаете. Но получилось так, что он ударил слишком нежно, и поэтому наша пластинка откололась на середине. В итоге у нас получается вот такая штука. Ого! Мы снова в студии шоу Подъем на телеканале ТНТ Интернешнл. Сегодня у нас в гостях Дарья Монит и Виктор Калач, реконструкторы Каменного Века. И у нас тут намечается великая игра. Интерактивчик. Которая называется «Разговоры Каменного Века». Суть игры достаточно простая. Берем, набиваем полный рот пастилы. У каждой команды, вот мы одна команда, вы вторая. У каждой команды будет по минуте. Тянем вот эти карточки и пытаемся объяснить своему сокоманднику, что на ней написано. Только полностью набитый рот. Кто больше за минуту отгадает, тот и победил. Так, что? Мы первые. Ну что, да, мы первые. У нас мы договорились сразу, что Леша будет с пастилой, я буду угадывать. Леш, пожалуйста, наполняйте ваш рот пастилой. Так, карточки. Прошу вас. Вот работа, да? На что учился, Леш? Ну ты щедра, конечно. Погнали, Леш, погнали. Леш, да не ешь, объясняй. Известная незнакомка. Незнакомка, неизвестная незнакомка, известная незнакомка. Известная незнакомка. Низкая незнакомка. Низкая что? Он погибнет, ребят. Он погибнет. Соберись. Низкий уровень, низкая частотность, низкая... Что там вообще, Леша? Леша, соберись. Низкая высота. Низкая гопота. Низкая высота. А, низкая высота. Вечно зеленый лес. Вечно зеленый лес. Уже дожевал. Жидкое желе. Липкое желе? Жидкое желе. Бесформенный квадрат. Бесформенный квадрат. Небесная вода. Все, оставь, все, одна минута. Небесная вода это была, но мы это уже не засчитываем. Леш, ну ты неплох. Так, кто будет есть пастюм? Я буду. Хорошо, отличный выбор. Я сладенькая не очень. Даша, не стесняйся. За все уплачено. Не за счастье. Ну что, мы отберем, если что. У нас тут со стрелами есть топоры. Ну да, тут... Можно? Угу. Погнали. Едем. Бесперспективная идея. Бесперспективная идея. У меня... Американская японка. Американская японка. Какой миленький. Вообще. Ну просто. О-о-о. Грозный лист. Грозный лист? Грязный. Грязный лист. Угу. Шоу подъем. Шоу подъем. Шоу подъем. Мне лучше, чем ты, Лёш. Эстонская полька? Эстонская полька, понимаешь? Ну, вот люди без солнышек, понимают. Ослепляющая темнота. Пятнадцать секунд осталось. Ну, нормально. Нормально. Давай, давай. Понимать друг друга в каменном веке важно. Быстрая улитка. Быстрая улитка. Читать по губам. Все. Все. Лёш, не дай бы же, у нас меньше. Меньше. У нас меньше в любом случае. Меньше. Нас сделали. Три, четыре, пять, шесть, семь. Лёша, не расстраивайся. Два, три, четыре, пять, шесть. Ладно, не так и плохо. Но вы выиграли, но вы выиграли. Мы в студии шоу подъем на телеканале ТНТ Интернешнл. Сегодня у нас в гостях реконструкторы каменного века Дарья Монит и Виктор Калач. Смотрите, такой вопрос. Как вы думаете, если бы машина времени все-таки существовала? Представим, что она вот есть и работает. И какого-нибудь современного туриста отправили в Палеолит. Просто как бы, вы думаете, его приняли люди того времени? Разобрали бы на сувениры? Или сколько бы он вообще прожил, просуществовал? На шашлык бы пошел. Я думаю, что если бы Виктора отправили, он... Виктор бы за своего зашел бы, мне кажется. Сразу. У меня есть свои ножи. Он бы уже шаманом, потому что у них там возраст уже главный был бы. Вопрос сложный. Все зависит от человека, от его конкретного умения общаться. И я не думаю, что его сразу бы разобрали на шашлык, но смотря куда он попал бы. Потому что же не знаем, что там и как было. Люди в любой точке Земли на данный момент ведут себя по-разному. И разное общество, разное поведение. Так же само, как и сейчас. Если вы сделали... Зашли в какой-то стрёмный район какого-то города, да, и повели себя не так, можно и кошелька лишиться, а можно и друзьями обзавестись. То есть, ну, все по-разному. Так же, я думаю, было бы и там. Ну, сегодня вы нам показывали, как делать лук, как делать наконечники, как раскалывать кремень. Какие еще у вас есть активности, чем вы можете удивить там с каменного века? Что еще можно поделать? Мы разводим огонь. Мы даем попробовать сделать стрелы самим туристам. Они тоже так раскалывают? Ну, они могут изготовить маленький ножик какой-то. Или полностью изделия, там, стрелу маленькую. И с помощью этого скола нормально можно строгать дерево. И вот они делают стрелы сами себе. Оно как нож. Оно реально строгает очень легко. Да, вот они такие могут сделать изделия, сами переклеивают. Я не ожидала такого. Да, эта штука очень острая. Обсидиановый скол или стеклянный скол доходит до одной молекулы. Острота кромки до одной молекулы. Ни один современный нож, заточенный, не может иметь такую остроту. Да, ну та кромка, она один порез уже, и кромка затупляется. Выкрашивается. Да, обсидиановыми скальпелями у нас до сих пор, ну не у нас конкретно, но в Америке делают операции на глазах. То есть там скальпель один надрез, берут следующий. Еще один надрез и берут. То есть очень-очень острая кромка. И как бы не казалось, что она такая тоненькая, но режет она здорово. То есть шкуру она разнимает. Ну, я для эксперимента дома готовила таким. Резали мясо, строгали фактически все вот эти вот стрелы, которые у нас есть. Лук мы строгали каменными сколами, ручки топоров подгоняли каменными сколами. То есть это все сделано камушком. Да, да. Ну, потом шлифовалось песком. Это просто сделано сколом кременевым. То есть это реальные вещи, которые могли быть в каменном веке. Смотрите, вы говорите, если что, если бы была такая возможность попасть в те времена, что Виктор, возможно, был бы там старцем. До какого возраста они жили? И вот почему так мало? И да, откуда вы? Вообще, на самом деле, тоже как бы это, наверное, миф. Потому что находят захоронения и находят останки людей, которые говорят о большом возрасте. 70 лет, 60 лет, 80 лет. Ну, в среднем где-то 40-50. Вот этот вот Экси, которого нашли, шел вдали от племени один. И ему было 45 лет. И он шел куда-то далеко. То есть это говорит о том, что человек сам в этом возрасте куда-то пошел. Это значит не то, что он был старцем глубоким, а был обычным человеком. И раньше так считалось, что люди недолго жили, там, 20 лет в среднем. Была очень большая детская смертность. Поэтому общий возраст уменьшается. А если человек выжил до 20, до 30 лет, то он будет и жить и дальше. Очень интересная тема. Про каменный век я очень много всего не знала. И вот, например, то, что кремень может что-то порезать для меня, это шок, конечно. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Было очень интересно. Приходите к нам еще. Зовите, и мы придем с таким чем-нибудь.